В североуральский безработный 35-летний наркоман спалился сам и спалил своих дружков участковому, забыв запереть дверь. Юрий Крупов, ранее судимый как за имущественные преступления, так и за хранение наркотиков, на днях обратился к участковому уполномоченному с заявлением о потере паспорта. Юрий слезно просил полицейского ускорить процесс и на первое время сделать ему хотя бы справку, с которой он мог бы лечиться в больнице. Участковый, обслуживающий дома по улице Ватутина в североуральский Евгений Козырь, пошел навстречу Юрию и справку сделал. Но удивленный тем, что Крупов за ней не приходит, сам с коллегой отправился к нему домой. Дверь в квартиру была не заперта, а за дверью полицейских ждала такая вот картина. Николай, хватит дрыхнуть. Так, это один из гостей. Который присутствует в притоне. Храпит. Пока участковый пытался привести наркоманов в чувство, его напарник попытался уговорить соседей выступить понятыми на осмотре притона. Удалось это сделать не сразу. Соседи с трудом соглашались входить в квартиру, где пары бензина и ацетона окончательно заменили традиционные составляющие воздуха. Азот, кислород и углекислый газ. Товарищ понятые, пройдите пожалуйста сюда. Сейчас при вас осмотр проведем. Квартира. Вот, обратите внимание. Группа товарищей. Так, 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 ну-ка, ну-ка, отойди, отойди отсюда, отойди. Сюда близко не подходи. Употребляют здесь, изготавливают наркотические вещества. Иголки, шприцы вы здесь наблюдаете, да? Вот, обратите внимание, шприц с жидкостью, желтой. Видите? Ну, возможно, где он сейчас? Возможно, здесь находится дезаморфин. Что в шприце находится, Ира? Прокодил? А что там находится? Юра. Вот тоже, обратите внимание, шприц с кровью. Ну, тут, скорее всего, был наркотик, употребили. Кровь осталась. Позвонив в дежурную часть, участковый Козырь зарегистрировал установленный им факт, как минимум, хранения, а скорее всего, изготовления и массового употребления наркотиков. Что за вещество содержится в шприце? Со дня на день должны установить сировские эксперты из лаборатории ФСКН. Поскольку факт содержания притона Юрием Круповым уже второй, его может ожидать реальное уголовное расследование и наказание.